Всем привет! Сегодня планирую сыграть 10 партий с титулованными шахматистами на Ческом, с контролем времени 3 минуты на партию, и посмотрим какой в итоге у нас будет счет. Бросаю общий вызов, и принимает меня сразу же международный мастер из Израиля, с логином Rain Delay. Рейтинг практически такой же, как у меня. Попытался сегодня сделать так, чтобы сильно не стучали по доске фигуры, и это не мешало слушать комментарии и размышления. Так, у нас тем временем староиндийская защита на доске. Соперник вариант с Е5 выбрал. Я, соответственно, закрываю его слона Ж7, вывожу коня на Ф3, и на взятие, наверное, также заберу пешкой С. Оставлю пешечную структуру более симметричной, поскольку на ЕД мне не нравился в будущем ход Е4 за черных. И тогда слон Ж7 приобретет какую-то силу. Так, конь идет на Х5, видимо на Ф4 хочет попасть. Ну, думаю, что здесь слон Е2 будет нормально выглядеть. На коне Ф4 я не обязан бить этого коня, я могу просто не реагировать, сыграть, например, короткую рокировку. Так и делаю. А вот когда будет ход Ф5, тогда я уже подумаю над тем, чтобы взять этого коня, может быть, сейчас, или сначала побить Е на Ф, например. То есть, как правило, такие пешки нужно бить, потому что продвижение Ф4 будет еще более неприятное для белых в будущем, и неизвестно, куда девать чернопольника. А тут и у черных тоже может быть какая-то проблема с королем, если они, допустим, ЖФ возьмут. Но в данном случае ЖФ совсем плохо, так как будет слон бьет Ф4, и на взятие ЕФ, просто пешки Ф5 и Ф4 будут дрова. Они потом будут проиграны, скорее всего, поэтому нужно сейчас бить либо слоном, либо ладью. И соперник выбрал слон Ф5 ход. Так, ну вот теперь уже можно подумать о том, чтобы этого коня и забрать. И направить, например, своего коня на поле Д4, откуда он может и на Е6 попасть, и побить слона на Ф5, что тоже, собственно, неплохо. Поскольку белые поля будут под моим контролем за счет сильной пешки на Д5. Она вроде как изолирована, но это на самом деле сила, а не слабость, поскольку очень важное поле Е6 она контролирует в данный момент. Я могу как сейчас конем туда запрыгнуть, так и, например, ходом позже, после слона Ж4. Если сейчас конь Е6, конечно же, он убьет, ДЕ, конь, наверное, на Ц5 пойдет. Ну, кстати, можно попробовать. Не бить слона на Ф5, а коня сразу же отправить на Е6. Соперник, очевидно, сейчас скушает. Нет, решает жертвовать качество, кстати. Ходит Ф4, видимо, где-то слон Х3 наметил. Ну, наверное, забирать должен. И теперь сыграю слон Ж4. Кажется, что размены здесь будут мне на пользу. Соперник, естественно, не хочет. Бьет ладьей здесь. Ну, и может быть здесь Ф3 просто. И потом конь Е4. Сразу конь Е4 не хочу из-за Ф3. Неприятно. Поэтому, да, сначала сам сыграю Ф3. На ладе Ж5 уже готов конь Е4. Других ходов, в принципе, я здесь за черных полезных пока не вижу. Вот, возможно, конь С4 еще. Он может как-то нагрузить. Придется, наверное, Ферзь Е1 уже. Для того, чтобы грозить Ферзь Е8 или Ферзь Е6. Ну, и попутно предлагая размин, конечно. Это мне тоже выгодно. Если я, конечно, ничего здесь не зеваю. Типа конь Б2 в каких-то вариантах. Поэтому, наверное, на Ферзь Е1 нужно именно ладьей СА взять. Чтобы на конь Б2 уже ладья мне не висела в вариантах. Ну, сейчас висит конь, правда. Конь Б5, допустим. Ну, какая-то компенсация здесь у черных есть за качество определенное. Слон Е5 – это ловушка. Нельзя брать на А7 из-за слон Д4 хода. Поэтому пока что ладья Е4. Ну, и, кстати, готовлю ход конь Д4. Мне слона на коня поменять выгодно. Конь Б2 будет тогда вырезан из игры. Соперник не бьет. Ну, теперь ладья на Б1. То есть уже хочу зайти за пешкой Б7. Конь А4. Снова ставит ловушку соперник. Нельзя было бить за конь Ц5. Ну, теперь уже могу, наверное, побить на Б7. И на ход конь бьет Е4 в промежутке побить на Ф8. Вот такой у меня план здесь. Много всяких промежуточных ресурсов. Позиции и бью ладья Е5. Обязательно. И Д6. То есть следующий ход Д7, Д8 ферзь. Мне кажется, все получается очень даже неплохо здесь. Так, конь Е2. Куда лучше отойти? Ну, думаю, что на H2 даже. Можно нигде я там мат по первому ряду получить не должен. Пешка у меня быстрее и с шахом проходит. Что очень важно. Поэтому, наверное, здесь сопернику уже пора сдаваться. Никак ему мою пешку Д не остановить. Ну, тем более 2 секунды. На часах, да, начал с победы. И идем дальше. Достаточно неплохая и качественная партия, как мне кажется, получилась. И снова у нас международный мастер. Вот так вот сегодня с соперниками везет. Все с подтвержденными званиями. Что не может не радовать. То есть это сразу отбрасывает вероятность читерства. И сыграю вот такую вот закрытую схему. Соперник будет проводить игру на королевском фланге, очевидно, после G3 где-то ходов. Ну, я пытаюсь расставиться по центру более надежно. G6 делаю ход для того, чтобы слона на F5 отправить в будущем. Пока что не дает сразу это сделать. Конь B6. Слон идет на A2. Вот для этого как раз был сделан ход A3. Ну, и я играю слон F5 теперь. Кстати, на C2 пешка подвисла, что немаловажно. Может быть, забрать вообще. Пожадничать здесь. И D3 воткнуть, если позволит. Нет, соперник не позволяет ему воткнуть здесь. Поэтому бью на B1. И теперь E6. Компенсация, возможно, есть здесь у белых за пешкой. Поскольку два слона. Один из них очень хороший. Правда, двух слонов уже нет на самом деле. У меня также слабые черные поля. Например, D6, F6. То есть, если где-то конь на E4 переходит, могут проблемы возникнуть. Поэтому, ну, ферзь C7, не знаю, хочется с другой стороны не дать конь D2. Но пешка C5 еще подвиснет. Непростая позиция. Ну, сделаю пока два нуля. И, наверное, коня на D5 переведу. Взять я не боюсь, конечно. И B6. Укрепляюсь. Конь E4 по-прежнему нельзя, потому что конь бьет E5 будет. Ладья D8. Король G7 уплотняюсь. Теперь H6. Профилактический ход. Опять еще одна профилактика от B4. Так, соперник начинает уже всерьез приставать к моему королевскому флангу. Но теперь уже Ф7. Хочу отъесть на E5. Ставлю тоже какой-то вопрос сопернику здесь. Конь F6. Еще одна ловушка. На конь F6 последует EF и теряется мой ферзь на C7. Поэтому брать, конечно же, не могу. Отвел коня. И потом, наверное, даже отведу ферзя. Отвел коня для того, чтобы на D5 защитить. Так, H5. Всерьез уже набросился соперник на мою позицию. Ну и играю конь F5. Контрудар. И вот теперь можно уже, наверное, забрать. Или нельзя. Ну, вообще, такого коня здесь терпеть не хочется совсем. Королем, если возьму там G4. Поэтому отошел. Может быть, теперь взять королем уже? Смело. Если беру пешкой, там на E6 висит. Ладно. Рискну, заберу королем. Хочу пойти ладья G8. И потом взять на F6. До такой степени обнагляет, чтобы съесть пешку. И встать под связку одновременно. Так. Соперник наглеет сам. Играет слон E6. Жертвует. Ну, бить надо. И тут уже вопрос. Получу я, мотель нет. Если не получу, наверное, выиграю. Ну, допустим, ладья E6. Я готов даже отбросить этого коня назад. Он мне не нужен. Зато инициатива у соперника. У соперника будет меньше гораздо. Так, ладья D6 теперь. Король H7. Время мало совсем остается. Ну, с другой стороны, лишний конь на доске пока. Так, грозит матом. Ферси F7 тогда. Ну, и ладья G6. Хочу конь G7 и пойти сам ставить мат по линии G7. Или даже ладья F6 еще вначале. Ладно, соперник заставляет. H5 еще есть ход. Так, это что такое? Ну, Ферси F6. H5. Был ход ладья E6, наверное, еще сильнее. H4. И теперь хочу все поменять просто. Позиция должна быть выиграна, но совсем нет времени. Так, съел сюда. Отошел. Ладья под боем. Так, он зевает ладью. Отлично. Очень вовремя зевнул. И сдался. Ну, если бы он не зевнул, не факт, что я бы на самом деле тут сумел бы что-то сделать. Большой вопрос. Потому что время оставалось очень мало. Так, два из двух. Хорошее начало. Идем дальше. Кто будет следующий соперник, сейчас посмотрим. Ну, вот ряд глазмейстеров сейчас в сети, но выбирает меня Эрик Абгольц. ФМ. Из России. И не хочет делать ход. Нет, играет все-таки Конь F6. G6. И у нас вторая индийская защита на доске. Вторая уже за сегодня. Снова вариант с E5. Но уже А5. Соперник уже не играет. С6, как прошлый. А выбирает более такую классическую и часто встречающуюся схему. Слона отвел на С2. На всякий случай. Так, B6. Ну, давайте, наверное... Можно А3 вообще сыграть. Можно Ферст Д2. Можно G4. А я выберу B3. Ферст Д2 теперь. Маркировка короткая. Ну, похожая, кстати, позиция все равно чем-то получается. Но здесь у меня план немножко другой. Я хочу пойти А3, потом B4. Коня с С5 хочу все-таки вытурить. Слон А3 не должно быть страшно. Там недостаточно ресурсов у черных для атаки. Поэтому провожу свой план. Так, конь на Д7 перекрыл слона. Дает мне передышку какую-то соперник. Могу сыграть король H2. То есть у меня еще появляется план G4, чтобы выгнать второго коня. Не знаю, насколько у меня это получится в этой позиции. Но это было бы здорово. То есть там вообще у черных не было бы активных фигур. Но соперник не дает. На H3 пока привязка. Давайте это АС5. С двух фронтов буду его напрягать. Хочу С6 задвинуть. И там просто два фланга будут разделены пополам. У черных. Правильно делает соперник, что не дает себя задвинуть. Теперь у меня еще слон А4 появляется. Интересно. И только после этого уже ход G3. Но не знаю, насколько он уже нужен будет в этой позиции. Не уверен. Есть перевес по времени в 30 секунд. Так, ферзь Е7. Но, наверное, здесь можно пойти уже G3 или C6 все-таки. Давайте C6 сыграем. Так, G4. H4 играть не могу из-за конь Е4 тактика. Поэтому G3. То есть H4, конь Е4, конь Е4. Там ферзь H4 мат шел. Вот поэтому я так не сыграл. А сыграю немножко по-другому. Пожертвовал пешку временно. И F3. Закрываю поле G4 для черного коня. Заодно на H6 хочу забрать. Слон ни одного хода не имеет, что приятно. Так, может быть еще слон G5 вот таким образом связать полностью позицию черных. Мне кажется, неплохая доминация должна здесь быть. Ладья заходит на 7 за пешкой C. И конь на B5. Это будет конечный мой план. Так, соперник хочет, видимо, где-то конь Е4, конь G4 какую-то тактику нанести. Поэтому отойду еще слоном. Ну вот неприятно. Допустился на H6. Наверное, ошибка. Есть ход F4, такой наглый. Попробовать еще раз обнаглеть. Давайте резко сыграю F4. Допускаю конь G4 ход. И готов взять на H3, кстати. Прямо под связку. Просто не вижу, куда удачно отскочит черный конь на король B2H3. Потому что еще там F5 появляется какой-то ход. И ферзь под боем у черных. 40 секунд на часах у соперника. Так, конь G4, но забрал. F6. Так, может быть здесь уже задвинуть F5? Можно попробовать, наверное, таким образом сыграть. И ферзь Е2. Король у меня в безопасности или нет? Что-то не похоже. Давайте конь B5. Поскольку соперника мало времени, можно попробовать в наглый вот так вот пойти и заатаковать его. Конь A7 еще. Так, неохота такого слона бить. Какой-то он некрасивый, честно говоря. У него там слон F5 появляется. Наверное, все-таки убью. И ладья A7 ход. Так, слон пошел на G5. Видимо, хочет размена соперник. Но я, в принципе, не против буду. Ферзя пока что на B2. Ладья B7. Взял на C7 теперь. Так, пешкой. И хочу в ферзь D2 поставить мат. Позволяет? Нет, соперник здесь. Кстати, там неприятный какой-то ладья A3 еще появляется. Как бы тут самому мат не получить. Очень близко, кстати, к мату. Ферзь Е2. Так, вроде ничем он там не грозит. Сюда пошел. Шах. Забрал. Конь G4. Ничего себе, что-то не понимаю, что здесь происходит на самом деле. И просто уже срубаю флаг. Пытаюсь, по крайней мере. Так, видимо, удается. Да, наиграл я здесь. Была подавляющая позиция. И с большим трудом выиграл по времени. Идем дальше. Три партии сыграно. Так, снова этот же соперник. Ну ладно, сыграю еще одну партию с ним. И у нас лондонская система. Коль Д2, Ферзь Б6. На ДЦ Ферзь Б2. Такие партии у меня уже встречались не раз. Е6, слон Е7. И взял на Ц5. То есть, вообще, компьютер эти позиции оценивает даже немножко в пользу черных. Но... Не просто здесь играть с той точки зрения, что Ферзь немножко некультурно так стоит и все время попадает под раздачу. Кони А5, наверное, здесь даже есть хол. Вроде сразу здесь нигде не получаю. Так, ладья Ц3. Ну давайте Ферзь Б4 еще. Предложу размену. У меня все-таки лишняя пешка. Я имею на это право. На А6 уже ладья Б1. Вот тут уже начинаются проблемы с Ферзем, на самом деле. Поэтому заберу на Ц4 конем. Попытаюсь побольше фигур разменять. На Конь Ц4 есть Ферзь Б5 еще ход. Мне кажется, неплохой. Там уже будет две пешки. Нет, взял слоном. Теперь Конь пришел на Ц4. Есть ход, наверное, Конь Д5. На Ладья Б3, Ферзь А4 играю. Не даю ему какую-то инициативу здесь развить. Так, слон Е5. С какой целью? Пока не понимаю. Прогнал. Наверное, слон пойдет на Д7 теперь. Или даже через Б6 можно на А6 отправить слона. Еще, наверное, лучший вариант. Связан Ферзь. Ладья двигаться не может. Мне кажется, у меня перевес здесь. Поблемене чуть-чуть больше. Так, Е4. Слон А6. Взяли. Взяли на Ц4. Кажется, что должно проходить. Может быть, обсчитался где-то. У него есть ход Конь Б2. На Конь Б2, Конь Б4 у меня имеется. Тяжело сосчитать фигуры там. Вроде как должно все складываться хорошо у меня здесь. На первый взгляд. Конь Б2. Так. Если я отойду Ферзем, получится ЕД слон Ф1. И там две фигуры. Заладью, конечно, у меня все равно будет неплохо. Но не настолько неплохо, насколько я хочу. Поэтому Конь Б4. Контур удар такой. На доске лишняя пешка. Соперник Ферзь С7 играет. Ферзи не меняет. Под боем Ферзь. Под боем Слон. Поэтому Ферзь Е8. Защитил сразу все. Конь по-прежнему под защитой Слона. Ладья Д1. На определенную инициативу будет после Ладья Ц8. Я думаю, можно так скинуть пешку на А7. По ощущениям, неплохо выглядит. Соперник, в принципе, не думал даже брать туда. Не знаю, насколько хороший ход Е5 здесь будет. Но сделаю. Может быть, не обязательно абсолютно. Но хочу закрыть Слон А1. На всякий случай. Конь С2. Не просто закрыть, а еще и разменять его. И отправить Ладью туда. Отдохнуть немножко. Ферзь Ф7 теперь. Срочно ухожу из-под связки. И Ж6. Конь стремится, видимо, на Д5 попасть. Соответственно, я своего должен ставить на Д4 Слона. Сковал немножко позицию соперника здесь. Заряжаю фигуры по первому ряду. Соперник переключается в контратаку. Ладья Д8 с идеей побить на Е3 и выиграть просто фигуру. Видит. Слон С4. На взятие, конечно же, беру ферзем. Так, а вот здесь уже можно и пешкой, я думаю, взять. По-моему, выигрываю фигуру. Даже раньше мог это сделать. И следом выигрываю партию. Потому что тут ферзь теряется и полный комплект фигур. Да, четвертая победа подряд. Неплохо. Идем дальше. И снова этот же. Ну что же, ладно. Настырный парень. Редко играю три партии с одним и тем же. Что же, может, тот он здесь придумает другое. Нет, разыгрывает все то же самое. Тот же вариант у нас на доске. И где-то нужно усилить, возможно. А возможно оставить все так, как есть. Потому что, в принципе, неплохо получилось. Ферзь Д2, рокировка. Теперь я и меньше времени трачу на эти ханы, нежели в прошлой партии. Ферзь Ф6. Вот это уже что-то новенькое от соперника. Хочет побить на Х3. Х3. Ну, можно не побрезгивать, а отойти слоном на Д1, я думаю. Ничего такого. В этом ходе нет. И теперь еще и конем отойду на Х2. Но я думаю, что я наверстаю все эти упущения, отходы. Поскольку у меня есть план с Б4. Я буду так же, как в прошлой партии, отбрасывать фигуры соперника. Возможно, ладья пойдет на Б1, потом Б4 как-то. Сразу Б4 можно даже. Так, не потеряется ли здесь у него пешка? Забрал. Ну, наверное, сразу не потеряется, поскольку на А3 у меня тоже висит. Сделал ход А4. Так, он начинает очень агрессивно меня прессовать. Забрал. Ж3. И король Ж2. Вроде как сразу мат не получил. Конь на Х2 прикрывает. Очень грамотно тут все это дело. Можно пробовать сыграть А5. Можно пробовать отъесть пешку. Давайте пока отъем. Так, забрал. На Б3. Слон Д3 есть неприятный здесь у соперника. Пешка будет возвращена ему обратно, и позиция мне уже совсем не нравится после всего этого. Причем он все это делает с темпом, что очень важно. У него очень сильные два слона, позиция вскрывается. Да, наверное, объективно близко к проиграну уже будет позиция. Но соперник почему-то не играет ни слон, Д3 не слон, Е4 у него еще такой ход был. И решает сдвоиться. Дает мне какую-то передышку, как ей воспользоваться, правильно. А как воспользоваться не вижу. Может быть, С5. Так, ну, видимо, там слон Е4 уже со страшными угрозами будет в скором времени. Пора, наверное, самому F3 играть. Чтобы не дать залезть туда слону. Ну, кажется, все это очень и очень плохим для белых, на самом деле. На последнем издыхании держится эта позиция. Такая тактика, возможно, должна здесь последовать. Типа конь F4 или... Слон Е4 все равно слон С2. Вот слон С2 выбрал. В ладе B2. На взятие тоже съем. Еще конь F4 есть у соперника. В общем, за выигранную пешку я здесь страдаю по полной. Так, а если здесь скушал? И, например, вот сюда. Может быть, все-таки разгружусь как-то. В ладе F3. Да. Тяжело все равно. Давит. Ну, ладно, слон G5. На ферзь F5 готовлю отход король G2. Опять же, у меня чуть больше времени, как в прошлых партиях с этим оппонентом. Можно попробовать ферзь Е3. Там ферзь F5, G4, ладе F3. Проигрываю, видимо, там. А как спастись от ладе H1, правильно? Какие еще есть отходы у меня? Или вообще нет отходов? Ну, давайте ферзь Е3 проверю. Просто не вижу другого здесь, на самом деле. Король F1, король G2 еще нет, хода ферзь F1 мат будет. А, ему же нужно было сначала играть в ферзь F5. Ну, тогда у меня G4 уже появляется. Или нет? Или все равно все плохо? Побежал королем. Так, тут пока что закрыл эту лазейку. Взял сюда. Ферзь F2. F5 теперь. Пойду сейчас сам матовать его. Королем пойду мат ставить. Так, ладе H3. Не, я пойду королем мат ставить. Я пообещал уже, соперник этого боится. Отдает мне кучу пешек подряд. Так, я провожу ферзя. И, похоже, опять выигрываю, на самом деле. Да, сдается. Пятая победа. Отлично. Ну, в этой партии мне откровенно повезло. Стоял на поражении. Опять он. Да что ж такое? Ну, ладно. Теперь уже дебют будет другой, наверное. Нет, все равно лондонская система. Ну что ж, оттачиваем этот вариант. Сегодня день лондонской системы и страны индийской защиты. Вот что у нас сегодня получается. Кто играет эти дебюты, думаю, тому будет интересно посмотреть, как эти позиции трактуются мной, моими оппонентами. А кто нет, ну уж извините. Так получается сегодня. Что ничего другого люди не играют. Конь e5. Вот это уже новинка. На конь e5, видимо, ферзь c5 нужно брать. Так, слон c6. Взял bc. И что? А если вернуться, ферзем на c3? Или куда тут лучше им вернуться? Ну, на c3. Сделать рокировку. Или слон a6 пойти? Ну, прям слон a6. Посмотрим, что здесь будет. Есть у него хоть ладья b3. Ферзь a5, конь c6. Да, что-то здесь я наиграл в этот раз. Не нравится мне позиция. Может быть, ферзь c5 все-таки. Потому что на ферзь a5, конь бьется c6, будет с темпом. Здесь все-таки нет. И еще есть ход ладья c8, после которого я тоже держусь. Например, на ладь e1 ладья c8. Конечно, это будет выгодно. Интересно, над чем соперник сейчас думает. Какой-то c4 ход считает. Тратится достаточно много времени. Долгие у него такие раздумья. В каждой партии у меня с ним перевес по времени. Но проблемы у меня создает серьезные в партиях. Надя c8. Над очевидным ходом, да, по сути, продумал. Секунд 30 соперник. Конечно, для блица это непозволительно. В большинстве случаев. Так, теперь c4. Наверное, рокировка. Как-то опасно брать эту пешку, пока король в центре. А вот теперь вопрос, чем взять. Беру конем. Конь d7 получил. Не годится. Значит, взял cd. В отличие от прошлых роликов, сегодня игра гораздо быстрее. Ну и вот и результат. 5-0, пока что, с моими оппонентами. Слон c4. Конечно, скорость решает многое. Может быть, качество игры где-то оставляет желать лучшего. Но в блице это не всегда бывает. Первостепенно. Ну, ферзь a3. Напал, допустим, на ладью. Так, как еще на нее напасть? Пока не вижу. На 2 больно гнилая пешка. Неохота брать. Ладья e8 пока, чтобы слон не висел. Соперник, надо признать, играет очень интересно. В таком агрессивном стиле. Х5. Все время лезет в атаку. Партии очень живыми получаются. Ну и дебюты он выбирает такие, что... Особенно староиндийская защита. Дебют агрессивный. Способствует такой тактической игре. Слон e4 перевел. И на ферзь g3, наверное, готовлю конь h5 ход. Сыграю конь h5 на ферзь g4, g6. Хоть у меня и дыры по черным полям, но много фигур защищают эти дыры. И конь, и чернопольный слон на e6. Тоже все защищено ферзем, например. Поэтому... Но у соперника 36 секунд тем временем. Так. Ну давайте слон f5 сыграть. Перейду в такую позицию. Далее слон f6. Нападаем на коня. Которому, кстати, некуда деться уже. Может быть будет g4, но там я могу как взять слона, так и коня. В принципе, и то, и то мне не устраивает. Давайте еще навалюсь. Забрал. Забрал. Вырубить чернопольника в срочном порядке. И ферзь e5. И думаю, разобрался уже в этой позиции. Никаких проблем нет. Соперник сдается. Вышел в 2.700. Шестая партия была сегодня. И еще у нас 4 запланированы. Не предлагает он мне больше реванши. 4 партии с ним сыграли. Ну и пока мне никто не принял, можно кого-нибудь попробовать вызвать. Нет, уже приняли. Торосян Нарайер. Армения. 2.600. Неужели снова староиндийская? Нет, e6. Теперь, возможно, каталон будет у нас. Новоиндийка. Слон g2. Нарокировка. Конь c3. В принципе, здесь можно и взять, и сыграть конь e5. Такой вариант тоже есть. Следует куча разменов. И конь отходит на f3 обычно здесь, если его гонят, но соперник не сгоняет. Ферзь b3. Хочу сам побить, и эта структура мне будет нравиться, в принципе. Если он даст мне побить cd, поскольку пешка c становится слабой. А если она продвигается, уже возникают позиции с висячими пешками. Но кто не знает, это пешки c и d, как правило, которые не защищены пешками по бокам. То есть нет пешек e и b. На пешке c и d выдвинуты. И они часто являются объектом для атаки. Слон f4. Вызываю g5. Может быть, соперник на эту провокацию поддастся. Если нет, то оставлю здесь слона и собираю ладья c1. Бьет на e5. Забираю слоном. Так. И такой разметный предлагает. То есть пешку d4 поменять на c7. Ну что же. Приму это предложение. Поскольку теперь у соперника изолированная пешка. И, кстати, есть у меня еще ход ладья e2, насколько я понимаю. Потому что ладья d1. Конь e2 нельзя брать. Из-за того, что король идет на f3. И коню просто-напросто некуда деться. Есть ход ладья e8. Один защитительный. Но следует ладья d2. И все равно коню никуда не деться. Слон e5. То есть вот таким образом я еще и пешку здесь выиграл. Тоже хороший исход дебюта. e3. Хочу закрыть ладью еще ко всему прочему. Ну и отличная позиция. Все шансы одержать седьмую победу подряд. Нужно поменять ладью c2, наверное. Чем больше фигуры я здесь разменяю, тем легче мне будет реализовывать. Со слоном против коня. Ладья d1. Гражу поставить мат. Так, разменяю ладью d8 для начала. Ладья d2. Предложу еще один размен. Но соперник вряд ли согласится. Думаю ладья c1. Ход последует. И теперь f3. Профилактическое решение. Не хочу пустить коня на e4. b3 теперь. Таким образом защищаю пешку a2. И слон идет на d4. Так, а вот здесь уже менять его не буду. Потому что считаю, что ладья с слоном посильнее, чем ладья и конь. Особенно в этой позиции будут. И владельники мне будет тяжелее реализовывать. Перевес, как мне кажется. Вот слон режет коня. Такой галочкой. И не так просто ему здесь маневрировать. f4 теперь. Уже какие-то попытки создания проходной у меня здесь начинаются. Так, ладья c1. Ну что, пора заезжать на d7. Сейчас такое дело. Король f3. Висит на f7. Висит на a7. Если соперник бьет на a2, то я бью на f7. И с такими пешками он вряд ли справится. Поэтому вполне разумно, что он решает отдать пешку a7. Ну, забираю. И забираю еще на b6. Ну, должно быть выигранно, конечно же. Если не последует никакого зевка. У меня здесь полно планов. Могу пешки центральной толкать. Могу толкать пешки b и a. Чем, наверное, и займусь сейчас. h5. Ну, забрал. Отошел. И пошел второй пешкой. Реализация здесь не должна быть сложной особо. Ну, и следующий ход даже b7 можно сделать. Я думаю, что эту позицию выиграть мне будет просто. Сдается соперник. Седьмая победа. Отлично. Так. Small Elephant. 2,672. Серьезный соперник. Ну, и у нас защита карака. Что-то новенькое наконец. А4. Не часто такой ход встретишь. Конь c6. И e6. Выпускаю слона теперь. Давайте сыграем g5. В таком более активном стиле. Забросим коня на e4. И потом, наверное, предложу размин ходом a6. Пусть бьет на c6. Ослабил позицию своей рокировки. Но кто сказал, что я собираюсь рокироваться в короткую? Возможно, я вообще короля в центре оставлю. Здесь тоже такая вероятность. Беру слоном здесь. Ну, и все же уйду в короткую, ладно. Нарокирую в короткую сторону. Отведу коня. Не буду разминяться здесь. Конь будет защищать моего короля. Хочу король g7 уплотниться. Немножечко. И поставить ферзя на d6. Так, теперь. Есть вот конь e4. Вроде как есть, да. На конь c6, конь c3 промежуток. Важно взять именно так, чтобы не потерять пешку. g4. Какой же целью, интересно. А если взял все равно? Забрал на a4. Не стесняюсь ничего. И хочу сыграть слон b5 и толкать пешку a. Но все равно слон b5 пойду. Чем быстрее я привяжу его ладью к защите пешки a, точнее, чтобы он не дал мне провести, тем легче мне будет дальше играть. То есть мне нужно заставить соперника защищаться в этой позиции. Но пока что он грамотно все расставил, что не дает мне толкать пешку a, и приходится уходить с этой линии и перестраивать свой план. Ферзь d6. Серьезный соперник мне достался. Качественно играет. Несмотря на немножко такое странное дебютное развитие. f4. Жесткий ход такой. Хочет открыть линию h. Насколько я понимаю. Ладья h8. На f1 он ладью поставить пока не может. У меня слон здесь контролирует этот процесс. Может быть не самую важную диагональ он здесь контролирует, но все-таки какие-то поля отнимают у соперника. То есть d3, e2, f1. Мешается таким образом здесь слон. Так, вылез ферзь на f5. Если побил на h3, на g5 он побил в промежутке. Невыгодно. На f6 ходить тоже не могу. Теряется ладья. Могу ли я ходить на... Ферзь e7 тоже не могу. Последует ладья h8, король h8, конь g6 без ферзя. Или нет? Там будет fg, ладья e7. gf, ладья c7 все-таки без ферзя. Точнее без качества. Неприятно. Бить, что ли, приходится? Ну давайте возьму, ладно. Отдам пешку. Ну тут ферзь f5 тоже. Кстати, вот такой есть ход, по-моему. Слон d3. На конь d3 хочу залезть ферзем на g3, потом отъесть коня на d3. То есть защитительная тактика такая. Хотя я, по-моему, просчитался. Теперь следует конь d3, у меня нет хода. Ферзь g3, наверное, эту партию я проигрываю уже. Просчет, который стоил... Стоил очка. Ферзь a3. Какие-то последние шансы здесь пробуем. Сюда отойти не могу, но проверяю, найдет ли конь d7 соперник. Да, находит, проигрываю. Ну и закончилась моя серия побед. Семь партий удалось выиграть, но не больше. Так, снова этот же соперник. И у нас старая индийка. Уже которая по счету сегодня. Осталось у нас две партии. Счет 7-1. И вот такой вариант старой индийки здесь соперник применяет. С b5. Рокировка. На bc бью слон c4. Если там будет d5, то отойду слоном на d3. Так, конь d7. Есть и такое. Здесь, мне кажется, е5 уже могу пойти. Конь уходит. А если е6? Фе. Конь g5. Конь b6. Давайте попробуем в его же стиле сыграть. Тоже какую-то атаку здесь устроить. Может быть, конь h7 вообще забросить? Нет, конь f6 у него находится. Не видел этого хода. С5, наверное, чтобы пешку на c6 оставить. Подкрепить еще b4 здесь можно. И забрал. Он берет пешкой. Здесь еще возьму. Хочу ладить c1. Чем возьмет соперник. Без пешки сижу. Но мне кажется, какая-то контр-игра может здесь еще быть. Поскольку у него слабые черные поля. Реализовать его, во всяком случае, будет непросто. Хочу сыграть слон f4 и потом на e5 его переставить. h6. Так, если забираю на g6, g ничего нет. Ушел. Так, а если я на h6 заберу? Вот тут. Конь e4. Да, соперник очень мощный. Все видит. В то же время я некоторых вещей простых не вижу. Но ситуации создает он мне здесь крайне непростые. Слон g7 не очень выгодный для него ход. Точнее, слон g7 бьет e5. Поскольку очень важный. Фианк хитсированный рядом с королем. И сильно ослабнет позиции его короля. Думаю, что все-таки не ударит соперник на e5. Выберет какое-то другое предложение. Вот, например, король h7. Так, f3 могу прогнать. На зойливого коня. Если конь g3, то ладей e1. Конь f6 отходит. Как дальше тут его донимать? Может побить на c6? В общем. Мне кажется, уже позиция хорошая должна быть. Есть инициатива. У соперника много слабостей повсюду. Как на ферзевом, так и на королевском фланге. Есть к чему прицепиться, в общем. Вернуть коня на e5. Можно, наверное. А потом сыграть ладья c1. Хочет взять и встать на c4. Это для меня неприятно. Поэтому сам завожу сюда ладью. А он направляет своего коня. Ладья c1. Может быть забрать? Или слон f4? Слон f4 пока. У него есть ход слон f8. Интересно. Что будет там? Нет, он забрал. Беру. На слон e5 беру слоном. Что у нас за позиция есть получается? Пешку не теряю. Могу подвести короля. Но куда его подводить? Пока вопрос. Отвел слона. И хочу ладью на b1 или на e1. Начинает цепляться к пешкам. Король, кстати, стоит неудачно уже. Ладью на b1. На d3 надо короля перетаскивать. Здесь g3, чтобы он сам h4 не сыграл. Маневрирует соперник. Очень неплохо. Слон e5. И ладья g2. Хочу здесь начать атаку. Мне кажется, уже позиция будет лучше. Первым что-то начинаю здесь. Так, конь a3. Ладно, g5. f4. Подкрепил все, что можно. Но соперник одним ходом король g7 может все забанить. Король g6 точнее. Слон d6 теперь. Так, вернулся. И слона на f6. Переставлю короля. Ладью отведу. Чтобы подготовиться к возможному b3. h4. И a3. Точный ход, как мне кажется, найден. Пролезаю здесь к нему в лагерь. Так, а он что? Он хочет к конь b3 пойти, да? Но мне кажется, здесь я должен свои пешки провести. c7. b6. Вперед. Ферзь. Так, ну и что? Я здесь не успею. Должен успеть-то. Да, мат. Все-таки выдираю очко в этой партии. Большим трудом. И у нас последняя. Девятая партия впереди. Счет 8-1. Десятая точнее. И опять тот же соперник. Так, ну я прерву. Может быть кто-то другой все-таки мне. попадется. Если опять же он сейчас, то ладно. Сыграю. Нет. Гига. Купарадзе. Ну, c5. Давайте с целянку. Неизвестная федерация. Так, конь c3. Давайте с коня h6. Хочу его на f7 перевести. Ну, вот так буду против варианта рассадима играть. d4 сразу. Ну, не страшно вроде. Могу даже е5 сыграть. Меншпиль вполне устроит. И лазьму королем, чтобы на c7 его укрятать. f4. А если заберу? Конь e5. Конь f3. Ну, ладью на d8. Что же дальше будет? Забрал еще раз. И ладью на d8. b5 теперь. Здесь должен брать. Очень быстро играет соперник. У меня за ним просто не угнаться. Может быть, стоит остановиться, где-то подумать и пересчитать его. Потому что на скорости он очень быстро играет. Ладья d7 пока. g5. Зевая. Неприятно. Приходится играть король d6. Я тут, кстати, по-моему, форсировано проигрываю вообще. У него там ладья d1 находится. Да, бездарно я заканчиваю эту серию партий на самом деле. Просто получил вот такое вот. Безобразие. Нагадил в концовке, что называется. Нагадил в концовке. Измирody. ТакILLо показывать. Продолжение следует...